Свежий ветер долголетия, прекрасного зрителя и, конечно же, хороших номеров. С юбилеем фестиваля! Свежий ветер 2017 объединил 16 трудовых коллективов. 26 творческих номеров представили уральцы. Как отмечают организаторы фестиваля, в этом году участники брали не количеством, а качеством выступления. Каждая организация стремилась удивить зрителя нетрадиционным подходом. Так воспитатели 14-го детского сада совместили вокал с художеством. Музыкальный руководитель нашего сада предложила, почему бы и нет, и здесь это не исполнить, но помогает мне моя воспитанница Настя Иванова. Она будет петь, а я, соответственно, рисовать под ее песню. Настя, подопой на море куплетик. Белые облака, белые слов на путь, Света моя сутка, Света мой милый друг. Хотя в этом году у фестиваля не было определенной тематики, участникам все же удалось слиться в едином творческом созвучии. И неважно, на каком языке, главное – от души. Музыкальный руководитель нашего сада Музыкальный фестиваль 2017 принес с собой пополнение. А именно, четыре команды дебютантов впервые сегодня приняли участие в «Свежем ветре». Давайте поинтересуемся, как настроены ребята. Драйв, драйв, драйв вообще. Отлично нам понравилось. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были как можно чаще. Мы с удовольствием будем в них участвовать. Фантазиям участников не было предела. Что ни танец, так с размахом. Что ни песня, так со смыслом. У нас такой военно-патриотический танец. То есть мы, как педагоги, воспитатели, стоим на границе защиты детей. И вот тем самым наш танец именно об этом. Чтобы порадовать уральского зрителя, конкурсанты даже применили современные технологии. Вот люди ходят по сцене. А посмотришь на экран – это бабочка порхает. Ведь сверху передает камера. Два часа подряд конкурсанты воспевали дружбу и любовь, танцевали, читали прозу. Да как и хлебушек, король, бежит. Значит, мир существует. Значит, можно терпеть и жить дальше. Как обычно, судили участников по четырем номинациям. Вокал, хореография, художественное чтение и инструментальное исполнительство. А в честь юбилейной даты звания обладателя гран-при удостоились не один, а три трудовых коллектива. Интриги не будет, а будет первое место. Школа номер 12. Самодеятельный коллектив 12-й школы уже третий год подряд становится абсолютным победителем фестиваля «Свежий ветер». На этот раз педагоги перевоплотились в неуловимых красноармейцев. Каждое движение отражало стремление. Стремление на, стремление вперед, стремление действительно неуловимых. И я считаю, нам это очень удалось. Второе место, подарочный сертификат и шквал аплодисментов заслуженно получили учителя гимназии имени Яковлева. Верных друзей хороших, солнечный день судьбе. Мы, работники культуры, очень приятно удивлены. И вот этот талант, который есть у нас в городе, не замыкать его в своих организациях, учреждениях, а радовать наших горожан. А ты сдал нормы ГТО? Так назвали свой номер воспитатели шестого детского сада. В выступлении они объединили и театрализацию, и хореографию. За яркий познавательный номер спортсмены Мимы заняли третье призовое. Как и положено, в свой юбилей организаторы фестиваля принимали сладкое угощение, подарки и теплые слова поздравления. То, что наши работники культуры, работники города Урая, настоящие профессионалы, они сегодня нам это всем показали и доказали. Спасибо им за это большое. Творчеству в Урае быть. Это подтверждают врачи и нефтяники, учителя, воспитатели, бухгалтеры. И делают они это уже пять лет. Светлана Жигулина, Шамиль Саидов, Александр Кашкин. Специально для новостей.